всем привет давно собирался давно искал вот проблема оказывается наконец купил ну как искал заходил в оружейный магазин и спрашивал нет ли на комиссии они всегда отвечают да есть было только что ушло ну в общем наконец-то мы встретились и наконец-то ружье нашло своего нового владельца но владелец соответственно ружье господа прошу любить и жаловать легендарное советское болтовое ружье mc-2001 о как прелесть какая да ружье 2001 имела своего предшественника которая называлась по моему если я не ошибаюсь mc20 и вот этой модельки отличалась тем что ствольная коробка на него была выполнена из полимера но в результате эксплуатации была масса нареканий о том что естественно пластиковая ствольная коробка рассыпается и поэтому скибе срочно было срочно разработано новое ружье с металлической ствольной коробкой которая пошла в серию под обозначением mc-2001 изначально ружье было разработано для охотников промысловиков которые стреляли зверя пулей и соответственно ружье с калибром 12 с калибром 16 обычная переломная вполне вероятно для этого мало подходило поэтому для таких охотников для тех охотников которые в советские времена не имели доступ к нарезному оружию ибо тогда нарезником пользовались кто гейтеря где-то там лесные службы возможно геологи а для обычного простого охотника нарезное оружие было мало доступно так вот именно для них было разработано это ружье первоначально вся его конструкция вся его концепция прицельные приспособления способ питания вот отъемного коробчатого магазина предусматривала именно стрельбу в первую очередь пулей вот об этом и говорит общая компоновка ружья сейчас мы о ней немножко подробно ну во первых это отъемный коробчатый магазин в данном случае на два патрона фактически ружье может быть трехзарядным то есть один патрон в патроннике и два патрона в магазине к этому ружью изготавливается магазины четырех местные но они говорят очень плохо работают поэтому родной двухместный магазин сюда подходит просто великолепно и то с ними говорят бывают какие-то проблемы но проблемы впрочем устранимые двухместный магазин по умолчанию то есть при соответствующей наровке работы затвора мы имеем трехзарядное ружье что принципе для зверовой охоты стрельбой пулей уже неплохо и по крайней мере гораздо наверное лучше чем переломная двухстволка ну в том смысле что мы имеем на один патрон больше 3 до хотя не имеем той скорости которая дает двухстволку все-таки но тем не менее по задумке конструкторов именно такая схема работы ружья то есть питание из отъемного коробчатого магазина и болтовой затвор винтовочного типа должны были обеспечивать охотнику промысловику необходимую скорострельность и необходимое количество зарядов для стрельбе пулей по зверю второй момент это практически винтовочные прицельные приспособления то есть здесь мы имеем на ресивере целик нерегулируемый целик и на дульном срезе имеем мушку подобные прицельные приспособления предназначены для стрельбы именно пулей и в принципе конечно дробью тоже можно выстрелить но достаточно точная стрельба обеспечивается именно пулей опять-таки по замыслу конструкторов это должно было бы обеспечивать необходимую точность для приволевой стрельбы по зверю на конкретно этом ружье была изменена мушка вот эта вот светлая поверхность это площадка для стандартной мушки но а ружье продавалось без нее но видать прежний хозяин на охоте ее отломил говорят обычный трабух для этого ружья то есть мушка родная отламывается и теряется поэтому мастером была изготовлена уже по моему заказу то есть это согласовано то что я хотел была выточена изготовлена латунная мушка мушка высокая на высоком основании она выверена с осью канала ствола по линии мушка целик вот единственное что мастер мне сказал об этом сделал мушку с небольшим запасом по высоте то есть он говорит если будет необходимость пристрелки то ружье будет высить и поэтому мушку нужно будет сточить над фельдком обычным до необходимого высоты вот так теперь она выглядит такая мушечка латунная установлена установлена на резьбе резьба с фиксатором удульного среза дальше коль мы начали говорить про неприятные моменты конкретно на этом ружье нужно говорить про деревьяхе стандартный как говорили многие траблы этого ружья то что трескается шейка приклада вот здесь мы видим одну трещину вот вторая трещина и снизу то есть речь идет о том что при стрельбе какими-то усиленными навесками а может даже не усиленными вот это вот ложа родная ложа она имеет тенденцию ну просто разваливаться здесь на цевье у нас имеется нагельный винт и он в этой версии ружья 1 видно более поздних их уже два устанавливается здесь один и нагельного винта якобы не хватает то есть ствольная коробка привыслили откатывается упирается именно вот вот эту вот часть шейку ложа и соответственно происходит вот такие вот неприятные вещи но я дело в том что на деревьяху при покупке этого ружья не обращал особого внимания по той простой причине что я планировал ее заменить сейчас даже не знаю наверно спрошу вашего совета потом в конце и в том числе стоит ли менять это дерево или нет стоит искать родное стоит ли заменить на какое-то там тюнинговое потому что по этому ружью была интересная задумка но они немножко попозже здесь у нас потертость на лаке ввиду палец на спусковом крючке здесь вот потертости и вот здесь вот такая вот потертость на нижней части тыльника приклада ну давайте подробненько посмотрим на клеймо вот здесь вот на сверху ствольной коробки основное на клеймо здесь мы видим маркировку mc2001 и буковку ш что говорит о том что ружье штучное собственно говоря штучное от рядового отличается тем что рядовое делается на конвейере а штучное изготавливает наверное собирает один мастер от начала и до конца из готовых комплектующих поэтому априори качество штучных ружей должно быть выше по сравнению с рядовыми вот здесь вот по правому борту клеймо приемка наверное это или я не знаю если честно что не значит если кто в курсе пожалуйста отпишитесь в комментариях вот здесь вот по правому борту дальше здесь у нас на затворе серийный номер на ствольной коробке серийный номер клеймо по левому борту 72 мегапаскаль это давление на которое тестирован патроник и ствол дальше калибр 20 на 70 фактически калибр ствола 15,7 миллиметров и сужение до 0,5 то есть получок немножко по органам управления ружья здесь все очень просто болтовой затвор открывается закрывается отъемный коробчатый магазин на два патрона спусковой крючок и предохранитель это положение предохранения он буковка п притолкаем вперед появляется красный маркер и ружье готово к выстрелу кроме того прочего на затворе вот здесь вот есть такой шпень который на ощупь позволяет определить взведен ударник затвора или нет если он торчит то соответственно взведен происходит выстрел если он не торчит например сейчас и пальчиком не прощупывается соответственно ударник не взведен ударник можно спустить безопасно для этого при закрытии рычага затвора мы нажимаем на спусковой крючок опускаем и ударник у нас остается не взведены если у нас при этом патрон патронники то движением открыть и закрыть мы взводим ударник очень удобная простая и я думаю надежная конструкция вот собственно говоря все что касается уровня управления ну давайте сделаем неполную или полную разборку ружья посмотрим как она устроена отделяем магазин проверяем что нет патронов патронники извлекаем затвор извлекается очень просто как на винтовке мосина держим спуск и выдвигаем его вот у нас затворчик для него потом доберемся дальше вы венчу вот вот этот вот снизу здесь у нас шайба гроувера вот такой вид винтик один и сверху вот здесь вот второй конечно это нужно делать хорошей отверткой мультитулом это уже бедности неправильно отвертка должна быть хорошая которая полностью входит в паз винта вот такой вот вкладываем в сторону и отделяем одной деталью ствол ствольная коробка и ударно-спусковой механизм вот одна часть так вот это все выглядит ударно-спусковой механизм простейший просто элементарный здесь кстати куча грязи которые надо будет вычистить вот так все это выглядит и второй детали у нас идет собственно говоря деревянная лужа и здесь в нем деревяхи вот отдельная деталька это приемная шахта магазина и спусковая скоба спусковая скоба собственно говоря деревянная лужа вот она внутри она у нас так выполнена вот она клещина которая идет при откате ствольной коробки ствола так это у нас три детальки и дальше самое интересное это затвор 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 разбирается очень просто вот это его закрытое положение вот открытие продолжая движение он у нас отделяется на две части собственно говоря курок ударник и пружина собственно говоря тело затвора вот боевая личинка можно продолжить дальше разборку для этого отжимаем муфту снимаем ее вот она муфточка снимается пружинка и вот он у нас ударник с кругом все вот у нас разборка затвора собственно говоря выполнена вот собираем в обратном порядке особенно в таком даже виде затвор готов для чистки для смазки для обслуживания пружина на место муфточка по направляющим поджимаем пружину проворачиваем вот она здесь в пасеке становится на место вот дальше боевая личинка на место вот в таком вот положении здесь есть фрезеровочная места дальше затвор на место поджимаем и проворачиваем собор собран 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 вот он будет положение закрыт вот и старался положение открыто продолжаем сбор дружья устанавливаем на место спусковую скобу приемную шахту магазина плотненько так входит устанавливаем ствольную коробку вот вот нижний винт верхний винт верхний винт винты подтянуты магазин шахту на место вот ряд магазина к этому ружью это проблема бывает выпадают здесь все отлично работает затвор затвор в открытое положение на место проверяем как работает все отлично ружье собрано давайте таки за ружья постреляем здесь у нас патрон таха вот так вот выглядит дробь номер пять двадцать на семьдесят вот такой вот патрончик магазин отнимаем говорят магазин в это ружье хорошо вставляется когда открыт затвор я честно говоря не знаю не имею опыта абсолютно обращения с этим оружием поэтому здесь у меня все будет новинку снаряженный магазин примыкаем к ружью вот так вот это все выглядит примкнутое патрон готовы насылаться в патроне ничего закрываем стреляем там у нас дистанция где-то метров 30-35 зеленая полуростовая мишень вот в нее и выстрелим на полуростовая и выстрелим два патрончика давайте посмотрим на мишеньку перед лаве мишень с дробовой осыпью 30 метров Два патрона Вот так вот По-моему, очень даже неплохо Сыпет Единственное, что, возможно, немножко завышает Но этот трабл нам известен Он очень легко устранен Нужно будет перестрелять А так очень плотная такая пустая высота Для 20-го калибра С которым, кстати, я вообще абсолютно не имел дело никогда Я думаю, неплохо Давайте сейчас стрельнем пулей Таха Пуля Диабола Вот так выглядит патрон Диабола 20-70 калибр Масса пули 23,5 грамма Снаряжаем магазин Так прикольно И необычно Примыкаем Пробуем Центр мишени будет стоить Брыкается больше При пулевой стрельбе Вот результат на мишени 30 метров Ну, собственно, я куда целился Туда и попал Здесь 4,5 сантиметра, грубо говоря Интересно, значит Соответственно, ничего не надо с ним делать Нормально Хорошо бьет этой пулей Единственное, что хотелось бы Давайте Сделаем еще пару выстрелов Но увеличим дистанцию Метров до 50 Интересно Как будет вести себя Это ружье с этой пулей Расстояние до мишени У нас составляет Ну, здесь где-то 55 метров Чуть больше 50 А вон далеки Меленная полуростовочка Потребуем Ну, посмотрим, что там у нас стреляли Вот Результат на 50 метров Здесь пошло Немножко выше Пули нас подвысили И Ну, где-то, наверное Сантиметров 8-10 Между ними Вот такой вот результат Стрельги Пулей Я не знаю Плохо это или хорошо Абсолютно нет никакого опыта Но, по крайней мере На мишени Результат есть Есть мнение о том, что это Ружье может быть трехствольным Вот там вот у нас Три Три зайчика зеленых Сейчас мы их попробуем подстрелить Значит, по идее Это выглядит так Три патрона, да? Два патрона в магазин Так А третий Третий патронник просто Затрубор закрыли Наверное, правильно так Есть еще один вариант Два патрона в магазине Я не знаю, какой правильно Так Дослали Закрыли Магазин вынули Дотолкали третий патрон Ну, второй магазин Магазин Примкнули Примкнули? Да, сейчас примкну О, примкнули Итак, у нас в ружье три патрона Пробуем до М-ПОВА Стрелять под тем зеленым зайцем Мишени поражены Моторика Плохо работает моторика Я Вообще никакого опыта Совершенно не привык Работать болтовым затвором Работать надо быстро Поэтому Надо тренироваться Но, в принципе, возможно Три патрона, три выстрела Три пораженные мишени Ну, вот такое вот Ружье Такое приобретение О, ременяку еще хотел показать Здесь кожаные петли Здесь обычный брезент Здесь тоже кожаная петля В общем, все очень просто Сделано Вот А, да, еще забыл показать Здесь же ствол вывешен Берем денежку 100 долларов закончились Ружье чистили Проводим Ну, вот, пожалуйста До Самой ствольной коробки Здесь ничего нет Из купюра Свободно проходит Это якобы должно Положительно Сказываться На Точности стрельбы пулей Теперь Что хотел спросить Хотел попросить совета Во-первых Что делать с мушкой Вот оставить ее такая, как есть Или Что-нибудь поменять Мушечка вот здесь Вот так вот выглядит Ну, понятно Это надо будет Заваранить А вопрос в том Приемлемо ли это решение Ну, в принципе Кучность видели Если Все нормально Значит, я так и оставлю Если ли чего-нибудь Насоветываете Значит Придется здесь Что-нибудь поменять Это первое Второе Что делать с этим То есть Попробовать Пострелять Какое-то время Так Вот оно Поменять Ложа На Родное Сделать Кастер И Кстати О кастер Задумывалось На это Ружье Длинное Ложа Которое Будет доходить До Дульного Среза Это Так называемая Ложа Типа СФ ФС ФС Да Фулсайз По-моему То есть Когда Деревяшка Доходит До дульного Среза И здесь Заканчивается Муфточкой Вот Может Оставить Как есть Не знаю В общем Дерево Это На сегодняшний Момент Самый Большой Вопрос И вопрос Это Открыть К тому же На кастоме Если это Ружье Под пулевую Слельбу Здесь Хотелось бы Кабанью Спинку Щеку Возможно Более Крутую Пистолетную Рукоятку Ну то есть Кроме того На кастоме Это можно Было бы Сделать Конкретно Мои Параметки Не знаю В общем Дерево Вопрос Очень прошу Советы В комментариях Оставляйте Можно В эту тему Поднять Дело Кстати Проходитель Дело Канал Называется Guns.ua У нас там Каждый вечер Интересные разговоры Оборудование Только Вот Ну а МЦ 2001 Будем считать Прошло Первую апробацию Прошло Мне кажется Довольно-таки Неплохо Вот Единственное Что остались Открытыми Вопросы В чем Вас Зрителей Подписчиков Канала Я прошу Не помочь Потому что Реально Опыта Обращения С этим ружьем С этим калибром У меня абсолютно Никакого Нет И В конце Хотел бы Большую Такую Благодарочку Канал Называется Николай Ерцин У него На канале Такой Дядька Позитивный Есть видео Посвященное И Этому ружью В том числе 2001 Где Очень детально Рассказано Про затвор Про ружье Очень хорошее видео Интересное видео Я дам ссылочку На канал И дам ссылку Конкретно На это видео Если кому интересно Зайдите Посмотрите Я получил массу удовольствия Несколько раз Пересматривал Конкретно По этому Видео Я Учился Разбираться И убирать затвор В моем университете Канал Называется Николай Ерцин Ну вот Собственно говоря На сегодняшний момент Пока все Ружьем доволен Неплохо стреляет Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok